сегодня нам навалило куча снега друзья всем привет сегодня у нас дома будет интересный тест потому что она завалило сегодня большим количеством снега и мы можем потестить и наш смарт и наш жук сейчас попробуем сейчас посмотрим что будет минус 16 у нас за бортом показывает сейчас будем заводиться завелись так практическим путем показали при минус 16 завестись смарт можно так сейчас покажем сколько влазит smart ну я думаю видно и так ну как всего можно сюда засунуть а если подвинуть сиденья будет еще больше посмотрите как здесь интересно включается лучи родители катаются машина не совсем молодежная в нашем случае минус 5 показывает на приборах как видим сейчас у нас показывают поделение того я думаю около 6 литров сейчас у нас есть парни 329 километров мы проехали пока бак был полный но я рассчитываю что дать до 400 мы доедем 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 или нет увидим конечно на баке глубоко сантиметров на на 12 точно есть и носит большой подъем сейчас будем смотреть как наша ракета будет подниматься вот как раз и увидим как машина не сильно мы жмем на педаль но мы уже мы едем в 60 дальше она как бы будет уже полегче ехать дальше уже расскажем городе о ней посадили мы нашу тачку практически на родном месте хотя тут достаточно высокий склон вот сами смотрите тяжело подняться но я думаю сейчас мы выровняемся и попробуем еще раз наш грузовой транспорт смотрите сколько в него можно засунуть всего интересного здесь еще мешок цемента и куча всего никогда не верьте тем людям которые говорят вам что смарт ест мало возможно едят смарты 450 первые с двигателем 0607 возможно они едят мало смарт такой как сейчас в котором мы находимся 1 литровый 2007 года выпуска ну фактически 2008 выпускался он 23 декабря 2007 года в этом автомобиле расход зимой порядка восьми с половиной вот так вот если я еду в ручном режиме то это будет переключением там буквально пол секунды фактически не ощущаете вот этого паузы это переключение если вы едете на вот и еду почти 80 в данный момент 40 не перебросила вот уже больше 80 разгоняюсь не перебросила 90 и еще не переключила на пятую передачу понятное дело что мы уже давно сами вручную это все сделать машина пластмассовая ударишь не отрихтуешь отношения других водителей кстати их смарт дорогие машины всегда пропускают то есть едет там большой какой-то 350 лексус всегда пропустит все нормально почему-то дешевые автомобили типа lanos chevrolet но хронический хронический смарт не переносят и регулярно как только видится где-то надо хотят обогнать не знаю почему принципиально пытается обогнать все время когда вы едете зимой обязательно после остановки не заглушив двигатель переключайтесь на не толку и только после этого глушите двигатель сотку спокойно она идет 110 нормально дальше не стоит не стоит ничего ее там сильно не трясет просто надо придерживать подлавливать ну виду своих габаритов ради своей безопасности я бы не рекомендовал ехать быстрее это наша родная тачка на которой мы уже накатали 20000 километров 800 долларов ремонта 451 машина я имею ввиду модель клёвая тачка куча вопросов возникает за что мы платим потому что изначально в базе машина стоит как недорогой кроссовер что ты творишь так место в ней предостаточно для двоих людей очень много места такое ощущение что вы едете каком-то внедорожить и потому что высокий просвет зимой на шифрованной резине эта машина ездит абсолютно везде то есть у вас вообще никакой проблемы нет проехать где-либо где в принципе едет ехала что-либо и когда-либо таким был тест нашего смарт фото и это вам понравилось катайтесь веселитесь друзья подписывайтесь на наш канал и